Так, запись включили. Ну, сегодня у нас 6 февраля. Уже как-то очень быстро идет время. Вроде только начался год, а уже февраль. Еще пару встреч, и будем уже встречать весну. Так, ну, сегодня у нас план, как обычно, пройдем по слайдам, новости. Ну, и потом поговорим про предстоящую поездку нашего многоуважаемого Олега. Поездку долгожданную, как одного из победителей. Вот, может быть, во время презентации созреют какие-нибудь вопросы, которые мы можем Олегу передать, чтобы потом он лично спросил у Анатолия Эдуардовича ответы на эти вопросы. Вот, поэтому, ну, может быть, в течение этого часа что-то интересное появится, спросить. Ну, и давайте начнем. Зовут меня Алексей Наумович. С 2014 года являюсь партнером по продвижению U-технологий. Образование инженер-программист. Вот, ну, и, как всегда, начнем с проблем в транспорте. Вот, ну, естественно, это самое первое, самое очевидное. Это проблемы на дорогах пробки, аварии, сложное перемещение, выхлопы, вот, ну, и так далее, и так далее. Помимо пробок на дорогах, естественно, это и проблемы в логистике, в доставке товаров из того же Китая. Вот, ну, и тут, в принципе, за примерами тоже далеко ходить не надо. То есть, все, что мы заказываем, Ольга, добрый вечер, из Китая, вроде бы, быстро находим. Вот, ну, потом, правда, ждем неделями, вот, и целыми месяцами, и, бывает, по ссылке вообще не доходит. Вот, и как-то недавно супруга моя нарвалась на аккаунт в Ютьюбе, вот, где как раз-таки разбирают такие вот целые, целые палеты с потерянными товарами. То есть, ну, что-то куда-то кому-то отправляется, вот, но потом где-то теряется, вот, и собираются в палеты, вот, и потом даже есть такое, как, вот, эти палеты кому-то продаются, и даже человек не знает, что там внутри, и просто покупают вот такой черный ящик. Вот, ну, к тому, что проблемы в логистике даже вот в такие вот смешные моменты выливаются, что целыми коробками, потом это деть некуда, то есть, ну, и, в общем-то, все это, ну, естественно, это потери для покупателя, это время и так далее, вот, кто-то расстроенный оказывается. В принципе, вот это тоже такая интересная вещь, можете загуглить, вот, про товары потеряшки. Вот, ну, дальше проблема, естественно, это на дорогах песок, который где-то засыпает у нас снег, где-то это разливы, где-то вот сегодня в Турции трясет прям очень сильно, вот, и землетрясение, вот, то есть, все это находится у нас на поверхности земли, естественно, все это разрушается, вот, ну, и, ну, ехать невозможно, вот, передвижение затрудняется, вот, и так далее, вот, ну, естественно, выхлопы на дорогах, все, что мы дышим, то есть, наше здоровье, все это тоже имеет место быть, вот, ну, и помимо эксплуатационных таких вопросов, естественно, возникают вопросы и непосредственно со строительством, то есть, казалось бы, обычную дорогу построить, это целый комплекс мероприятий, вот, то есть, и вырубка леса, и съем плодородной почвы, вот, и подушка, и потом это, и животным миграция затрудняется, то есть, это, ну, целый, подземные воды тоже замедляются, здесь целый комплекс тоже и сложностей, и последствий, казалось бы, при строительстве обычных дорог, вот, ну, и надземный транспорт, вот, как мы здесь видим, естественно, это немножко шаг вперед, вот, но, тем не менее, он тоже сложный, дорогой, тяжелый, вот, смотреть на эту картинку, которая справа, вот, ну, прям, ну, такое ощущение тяжести возникает, да, вот, прям, очевидное, вот, ну, естественно, скорость уже низкая, вот, дорога стоит дорого, то есть, это тоже все негативные такие вот факторы, вот, еще одно лишь направление, это надземных дорог, это как раз-таки, вот, канатные дороги, вот, но здесь тоже большое количество недостатков и скорость при движении, вот, и перемещение самого троса, который постоянно должен двигаться, его постоянно нужно менять, он стирается, вот, ну, и, в общем-то, продолжительность таких дорог тоже не может быть очень длинной, вот, ну, и, в общем-то, глядя на все вот это, мы понимаем, что решение давно назрело, то есть, оно где-то рядом, вот, и это решение, в общем-то, уже есть. Струнные транспортные системы SkyWay, либо U-Sky, как сейчас уже он называется, вот, и эти струнные транспортные системы имеют в себе вот такой вот маленький секрет, то есть, струнный рельс, он снаружи вроде бы простой, вот, но внутри есть струна предупреженная, в общем-то, которая и позволяет делать этот рельс бесконечно, очень длинным, не бесконечно, конечно, но очень длинным и очень при этом жестким, ну, и получаются вот такие вот шикарные, легкие, ажурные трассы, вот здесь вот пролет 400 метров, мы видим материалы использованы минимум, незаметная ниточка на фоне неба, то есть, нет никаких, она даже тень не отбрасывает, вот, и, в общем-то, все, в общем-то, это уже сделано по самым последним технологиям, то есть, и решение соответствует, можно сказать, 21 веку, ну, и, опять же, несколько плюсов за надземной дороги, то есть, нет необходимости закапывать где-то озера, где-то срезать холмы, то есть, идеально ровная поверхность, идеально, может быть, высокая скорость, вот, ну, и так далее, ну, и, в общем-то, стоимость строительства минимальная, то есть, в общем-то, только одни плюсы, ну, вот, видим из струнных дорогах, может быть, жесткая, фирменная, так как посерединке видим дорогу, где и сверху, и снизу передвигается транспорт, полужесткая, то есть, она прямая, но без провисов, ну, и вот с такими вот провисами, то есть, в принципе, это гибкая трасса, то есть, каждая может применяться в своем каком-то ландшафте, ну, вот мы видим здесь вот пример уже нашей реальной станции, вот, пересадочной, где сверху у нас находится высокоскоростной транспорт, снизу городской, вот, и когда зимой в декабре я был в экотехнопарке, как раз-таки, вот этот высокоскоростной стоял наш U-Flash, был присыпан, припорошен снежочком, вот, ну, в общем-то, вот, а уже когда были в январе, его уже оттуда убрали, то есть, ну, в общем-то, все это ездит, все это существует, испытывается, налаживается с каждым днем, то есть, в общем-то, проходит целый ряд модернизаций, вот, и так далее, вот, ну, и вот, тоже вот это наша поездка прошлым летом в Марину горку, где мы, в общем-то, и покатались, и потрогали, и пофотографировались, ну, и самое-самое, летом оно всегда более так комфортно, вот, были мы 20 января, немножко холодно было, руки мерзнут, так уже босиком не походишь, вот, ну, а летом, в общем-то, тут уже, ну, мы прям получали там полный, как это говорится, удовольствие от общения с инновациями, вот, ну, и нахождение на природе, ну, и так далее, вот, ну, и автором струнного транспорта является Анатолий Довардович Юницкий, вот, который, в общем-то, всю свою жизнь посвятил транспорту, очень подробно о нем можно почитать вот на сайте юницкий.инженер, снизу видим ссылочку, вот, где, в общем-то, вся история додокументирована, когда, что, где, какие были выставки, какие были испытания, какие были награды, вот, на этот счет написано и не одна книга, монографии, струнные транспортные системы, не только на Земле могут быть, но еще и в космосе, вот, вот, отдельная страничка, вот, ну, и вот тоже очередная книга, очередная награда, вот, в общем-то, из головного офиса, вот, ну, если, говоря, пару слов про, опять же, про преимущества, то вот одно из таких кардинальных моментов, важных очень-то, это аэродинамика, вот, ну, мы видели даже недавно, вот, был у нас в соцсетях, вышел пост такой, где вот этот высокоскоростной U-flash, вот он по форме, вот, видите, такой вот прям, как, ну, наверное, сбоку, как летающая тарелка выглядит, вот, а там на картиночке сделали птичку, вот, птичка во время пикирования, она складывается, вот, именно вот таким вот, клювик у нее вперед, она вся группируется, и сзади хвостик, и получается, прям вот она, как будто бы из живой природы, вот этот U-flash взят, то есть, от клювика к телу, и потом хвостик, и вот прям такая, идеальная аэродинамика, вот, ну, и мы видим, что вот здесь в цифрах, вот эта аэродинамика, она практически, ну, почти, почти в 10 раз лучше, чем у обычного автомобиля, ну, естественно, отсюда и многие положительные моменты, такие, как скорость, вот, такие, как там разгонные характеристики, там, комфорт передвижения, то есть, шума меньше, вот, и так далее, и так далее, вот, ну, естественно, меньше необходимо топлива на разгон, и на движение при больших скоростях, вот, раньше спрашивали, упадет, не упадет, ну, уже проверено неоднократно, что все держится, не падает, есть специальная противосходная система, вот, каждое колесо, это мотор-колесо, то есть, опять же, сломается одно колесо, значит, есть еще три других двигателя, вот, ну, и, в общем-то, надежность очень высокая, вот, ну, и, в общем-то, применяется в разных вариациях, то есть, и 6-местные, и 14-местные, скоростные, городские, вот, ну, если переводить топливо в граммы, то есть, мы видим, что, допустим, как обычная маршрутка, 14 человек, вот, но расход топлива у нее где-то около полутора литров топлива на 100 километров, то есть, ну, это в разы меньше, чем у современных маршруток, вот, ну, и это причем при движении, да, при 100 километрах в час, в общем-то, все, если резюмирует вышесказанное, ну, очевидно, что это идеальное транспортное средство, которое превосходит все остальные по своим характеристикам, ну, вот, зелененьким здесь обозначены, как раз-таки, капитальные затраты минимальные, эксплуатационные расходы тоже минимальные, то есть, нет необходимости там, латать ежегодно дырки в асфальте, там, нет необходимости чистить каким-то образом дополнительно, вот, ну, и так далее. Вот, расход энергии минимальный, потому как это электромобиль на стальных колесах, пропускная способность при этом максимальная, то есть, она может быть даже больше, чем метро, то есть, и за счет частоты отправки составов, и за счет самих размеров составов, то есть, тоже может быть больше, меньше, то есть, варьируется от потребностей. Вот, и не будет такого, допустим, как в Эмиратах, что, вот, когда Олег нам рассказывал историю, садится в метро, там, абсолютно пустой, огромный, огромный, там, трамвай, там, не знаю, на 100 человек, ну, вот, они там вдвоем с супругой едут, ну, и, грубо говоря, как бы, абсолютно неэффективное использование ни ресурсов, вот, ну, в общем-то, ну, неправильно. Ну, и дальше, говоря про загрязнение окружающей среды, оно минимальное, потому как это электромобиль на стальных колесах, то есть, нет никаких выхлопов, нет никаких отходов, там, отстирания резины, там, еще что-то, и так далее, и так далее. То есть, в общем-то, минимальное загрязнение среды. Транспортная аварийность при этом тоже минимальная, вот, то есть, сам факт поднятия на второй этаж, то есть, мы избегаем пересечения с людьми, с животными, с другими транспортными средствами, то есть, мы в той плоскости, где нету никаких помехов. То есть, транспортная аварийность тоже минимальная. Вот, ну, и, в общем-то, можем смело резюмировать, что Skyway, либо U-Sky, как сейчас правильно говорить, он лучше, чем и трамвай, и чем транспорт на колесах, и монорельс, и авиация, метро, Моглев, канатные дороги, водный транспорт, то есть, в общем-то, все это вместе взятое, он превосходит. Вот, ну, и, говоря про модельный ряд, вот, уже создано более 10 моделей, то есть, на вкус и цвет на любой, также есть и транспортные решения, вот, и ключевой из них, наверное, сейчас, именно контейнерные перевозки, вот, ну, и мы очень активно следим за тем, как, как раз-таки, контейнерная трасса сейчас строится в Шарже. Ну, вот, тоже интересная картинка из Марины Горки, все мы, многие из вас видели уже ее, то есть, вот такой, как бы, взгляд в будущее небольшой. Вот здесь сейчас уже высажены лекарственные растения. Вот мы когда с Олегом были 20 января в Экотехнопарке, вот прямо под этой трассой специально Анатолий Дарвич высадил лекарственные растения. Вот, ну, и, в общем-то, показывая, что нет необходимости вот этих 50-метровых ограждений, ну, то есть, расстояние 50 метров одну и в другую сторону, то есть, как обычно, от дороги, что там нельзя ничего садить. Здесь прямо под дорогой можно, да, лекарственные растения, нет никаких загрязнений, вот, и можно абсолютно все это спокойно выращивать. Вот, ну, и вот, за все время пройдено огромное количество из полученных сертификатов, пройдено испытания. Сертификации проходят, в принципе, до сих пор. для разных стран и патенты, вот, и, по-моему, только с начала года их уже несколько дополнительных патентов было выпущено, то есть, это постоянно идет научная работа, вот, научная работа, причем не просто так, в кавычках, а очень серьезная работа, то есть, и в ШАРД же студенты защищают работы, и вот мы видели на прошлой неделе несколько новостей, как взаимодействие с Институтом управления предпринимательства и с техническими вузами, там и Брестские вузы, и Витебские вузы, и Минский политех, и Российские некоторые вузы. Ну, в общем-то, идет такой подбор кадров, вот, ну, и, в общем-то, вот эта школа, школа струнного транспорта, она, в принципе, уже начинает, так сказать, передаваться дальше, вот, для ее, ну, какого-то такого, ну, как научная, научная, новая научная школа, которая передается уже в институты, на уровне институтов, для обучения новых кадров на ближайшие годы вперед. Вот, люди защищают дипломы, вот, один из дипломов, дипломников таких в том числе, был я в 2018 году, вот, в институте бизнеса, на кафедре финансы, защищал диплом, именно в ЗАО «Струнной технологии». Ну, и, в общем-то, за свою научную деятельность ЗАО «Струнной технологии» получила статус научной организации, вот, это, насколько я знаю, насколько я помню, ЗАО «Струнной технологии» стала девятой коммерческой организацией, которая получила статус именно научной организации, девятая, всего лишь девятая. Вот, ну, и, в общем-то, это очень редкое для частных коммерческих структур такое звание. Вот, ну, опять же, к этому шли не один год, вот, было огромное количество и работ опубликовано, вот, и статей, книжных изданий, вот, ну, и работают в компании кандидаты наук, и доценты, вот, и преподаватели всевозможные, то есть, в общем-то, целый такой научный пласт работ, который проходит до сих пор. Вот, и он все увеличивается и увеличивается. Вот, ну, и вот недавно получили очередной новый аттестат. Аттестат именно как и как проектировщик, и как разработка документации. Вот, ну, и, допустим, и пока еще адресные проекты у нас в процессе, так сказать, внедрения, то есть, в процессе подписания договоров компания уже сейчас, она зарабатывает на том, что она занимается где-то разработкой какой-то документации, где-то она оказывает инженерные услуги по комплексному управлению строительной деятельностью, где-то она, ну, то есть, вот эта сопутствующая деятельность, она тоже приносит определенную прибыль. Вот, я с удовольствием сейчас ожидаю уже, не с удовольствием, а с, как это называется, ожидаю с любопытством, вот, посмотреть на аудит уже за 22-й год, вот, и посмотреть динамику, в принципе развития, потому как мы видели, что за 20-й, за 21-й, за 20-й год, то есть, 21-й год по сравнению с 20-м, был рывок в 5 раз. Вот, интересно сейчас, вот, 22-й год по сравнению с 21-м, как увеличится у нас выручка, либо уменьшится, вот, ну, и опять же напомню, что в 21-м году выручка была около 12-ти миллионов долларов, то есть, ну, 30 миллионов белорусских рублей. То есть, это уже серьезный результат. Вот, и сейчас даже в наших чатах ходят и слухи некоторые, вот, о том, что возможно в этом году будут дивиденды, вот, ну, и как вот там прокомментировал Франтишек Солар, что да, действительно будет проводиться аудит, вот, будут проверяться, то есть, какой-то, то есть, возможный, возможная прибыль какая-то будет вычислена. Вот, если это будет так, то вполне могут быть даже и какие-то небольшие, вот, но дивиденды для тех людей, которые поддержали проект в свое время. Так что ждем с удовольствием, с любопытством, да, новых цифр. Ждем, кстати, выступления Анатолия Дарвича Юницкого, которые вот у нас ожидаем. То есть, может быть, что-то в этом плане будет сказано. Ну, есть кое-какие там наметки на 15, этап, вот, поэтому в ближайшее время мы что-то, ну, будут какие-то интересные новости. Вот, ну, и говоря дальше, продолжая историю про работу в Минске, здесь мы видим здание одно из, на второе, или, по счету, правильно говорить, третье, третий офис, в котором находилась компания, это собственный офис, вот, здесь в свое время размещались весь инженерный состав, вот, ну, так как компания быстро растет, быстро набирает обороты, то пришлось переехать в более большое здание, более большое масло-масленное, большое помещение, вот, целое собственное здание, вот, в котором, в общем-то, размещается сейчас весь инженерный состав, железнодорожное 33, вот, ну, а это в Шабанах производство, где, в общем-то, все воплощается уже в реальность, то есть, это руки, наши руки, которые собирают, золотые руки, которые собирают уже подвижной состав, вот, и потом отправляют его сюда на испытание. Сюда это Марина Горка, под Минском, в часе езды по Могилевской трассе, вот, ну, и когда, в общем-то, все это было продемонстрировано всего миру, то есть, были кафесты, приезжали люди, смотрели, катались, новости расходились по интернету, ну, естественно, это дошло и до Объединенных Арабских Эмиратов, вот, ну, и было предложено Анатолию Дардовичу реализовать это на земле пустынной, то есть, где климат не такой мягкий, как у нас, вот, ну, и Анатолий Дардович с удовольствием принял это предложение, да, Александр, здравствуйте, вот, и началась работа, ну, и вот, видим, уже первый результат, уже не первый результат, уже, как бы, мы уже активно следим за этой работой, вот, весь 21-й год приезжали всевозможные и репортеры, и, ну, было огромное количество интервью, то есть, каких-то эфиров, вот, и на местном телевидении, и на других, и даже американские, там, CNN, и прочее, то есть, было очень, такой, довольно сильный информационный шум, вот, ну, который потом плавно перерос выставку в Дубае, которая была, как раз-таки, посвящена 50-летию Дубая, то есть, большое событие Экспо 2020, вот, ну, и к тому времени уже был построен, как раз-таки, там павильон, вот этот уникальный, деревянный, вот, и, в общем-то, в этом павильоне принимались делегации со всего мира, и очень много было делегаций из Африки, мы видим здесь Африку, как раз-таки, Гана, видим, вот, и европейские делегации приезжали, и Индия, ОАЭ, и Австралия, и Великобритания, вот, ну, в общем-то, вот, глядя, рассматривая все вот эти лица, вот, ну, можно, ну, и не только рассматривая, и читая комментарии, можно понять, что, ну, люди остаются с очень позитивным таким впечатлением, вот, ну, и там и министры транспорта, и бизнесмены, и, ну, в общем-то, было около, больше ста делегаций, именно таких серьезных делегаций, в общем-то, которые посмотрели, вот, мы и обменялись какими-то контактами, и увезли в свои страны, ну, вот, информацию о нашем проекте. Модель струнного транспорта установили в центральном корпусе в Шарджи, то есть, Шарджи, это как раз-таки тот самый SRTI, Шарджи, ресерч, то есть, научно-исследовательский институт в Шарджи, американский, вот, он как раз-таки под его крылом, под его эгидой, и развивает, и находится наш проект там, в общем-то, они гордятся, то есть, мы входим в топ-5 лучших проектов, вот в этом институте, вот, ну, и, в общем-то, вот мы видим тут, говоря, продолжая вот эту вот научную деятельность, то есть, видим, вот очередная делегация была недавно совсем, Eureka Education, это специалисты, провайдеры среднего и высшего специального образования, основанные в Лондоне, группой стипендиантов фонда Слоуна из лондонской школы бизнеса, в общем-то, ну, постоянно вот эта работа, не только на поле, так скажем, строительства адресных проектов, но вот и именно на поле передачи знаний, то есть, формирования новых кадров, вот и так далее, вот, ну, и вот тоже одно из событий было очень интересных и долгожданных, это была выставка и на Транс в Берлине в 22-м году, где уже компания не сама представляла, а уже представляла Министерство транспорта Дубая, то есть, что немаловажно, то есть, и за их счет, и под их, так скажем, инициативой, то есть, именно Министерство транспорта представляло наш транспорт в Берлине, вот, и показывая именно свой концепт развития Дубая на годы вперед, вот, ну, и опять же, тут и радиоэфиры были, и видеорепортажи, то есть, в общем-то, их можно много-много пересматривать, вот, поездки, вот, одна из недавних поездок была в Индонезию, где Олег Зарецкий, казалось бы, только вот успел презентовать проект, вот, и тут же подписал сразу же меморандум, вот, тут же уже назрел там и адресный проект, то есть, в общем-то, ну, вот, так вот прям интересно развивается событие, вот, ну, и не только движуха у нас происходит в Обезенных Арабских Эмиратах, сейчас, но также, например, происходит иногда и в Беларуси, вот, вот, и группа из вьетнамцев приезжала осенью, очень заряженные ребята, чемпионы по привлечению инвестиций, по поддержке проекта, в общем-то, остались тоже очень довольны, вот, ну, и мы, как белорусская наша, не диаспора, а команда, вот, скорее тоже, вот, были 20 января, выезжали на экскурсию, вот, где нас встретили, приняли, накормили, обогрели, вот, пофотографировали, посмотрели трассу рыбака, как раз-таки, вот, нам Александр Ильич Сесинович говорил, что вот уже там где-то поставили, мы тут же поехали, проверили, все действительно есть, сейчас пока все еще находится в процессе там наладки, вот, но мы ждем, что, да, где-то уже к бисплей, наверное, все-таки прокатимся здесь, вот, ну, и будем, так что ждем, надеемся, вот, ну, и в принципе, парк открыт для всех желающих, поэтому можно приглашать сюда своих знакомых для изучения проекта, вот, ну, и тоже, опять же, кто следит за новостями, я думаю, что смотрел уже интервью Анатолия Дарвича Юрьевского к Новому году, то есть, кто не смотрел, посмотрите, вот, ну, сейчас мы ожидаем еще одно интервью, вот, буквально оно должно будет выйти, где уже будут объявлены, как раз-таки, какие-то, ну, возможные ответы на вопросы касательно, там, 15-го этапа, касательно адресных проектов, касательно каких-то, может быть, первых дивидендов, либо обратного выкупа, вот, и по поводу Экофеста, то есть, вот, вот эти вот моменты, ну, как бы ожидаем, ожидаем в этом интервью услышать, поэтому, ну, следите за новостями, вот, ну, и, да, переходя к, немножко наперед, адресный проект, линейные города, то есть, вот так вот может выглядеть в дальнейшем станции в городе, вот так вот могут выглядеть за городом, то есть, станция, она не обязательно низкая, она может быть и высокой, вот, ну, и, кстати говоря, в своем новогоднем выступлении, Анатолий Дарвич и сказал, что один из проектов адресных, которые сейчас на стадии, ну, там, на какой-то стадии, там, может быть, про проработки, там, или, именно там одна из станций находится на уровне 70 метров над землей, то есть, это 25 этаж, вот, то есть, поэтому вот такие вот уже башенки, уже, уже даже сейчас, уже начинают заинтересовывать потенциальных клиентов, вот, название компании он не сказал, естественно, по соображениям, и безопасности, и не разглашение, условия договора, вот, но вот такие вот уже интересные, уже моменты мы слышим, ну, и вот тоже картиночка, привет из будущего, да, то есть, где мы видим город, город будущего, состоящий из таких вот зданий, доминант, соединенных дорогами, юрскай, вот, ну, а люди, в общем-то, живут на этом прекрасном уголке, в своих собственных домах, тут даже они купольные дома, вот, кто-то живет на воде, то есть, прямо на шельфе, то есть, ну, в общем-то, очень такой интересный концепт, вот, ну, и, опять же, линейный город, линейный город, он очень активно поддерживается и организацией объединенных наций, вот, так как проблема перенаселения очень много где до сих пор, то есть, не только в транспорте, но еще и вот люди, когда в больших муравейниках, человейниках живут, друг другу немножко мешают, вот, тоже это вызывает ряд проблем, вот, ну, линейный город, это, как раз-таки, как ответ на возможное решение таких проблем. Ну, и сегодня будет еще одна новость, там, по, вот, как раз-таки, по линейным городам, точнее, не по линейным городам, а по городам будущего, чуть позже тоже к этой теме коснемся, вот, ну, и само по себе развитие линейных городов, оно позволит, прочитаю здесь, справиться с основными проблемами современности, нехватка ресурсов, перенаселения, плохая, плохая экология, устаревание жилой и транспортной инфраструктурой. в общем, потенциал строительства дорог весь колоссальный, то есть, это до 50 миллионов километров дорог, то есть, это очень-очень-очень много. Вот, ну, и приходя к текущему этапу, вот, мы находимся в преддверии, как раз-таки, того самого 15-го этапа, вот, уже ждем, когда вот-вот он начнется. На 15-й этап основная цель, это достроить контейнерную трассу, в принципе, она уже вот-вот уже сертифицируется, мы уже следим новостям, так как сегодня тоже посмотрим, на каком она сейчас этапе находится, вот, и построить 20 километров высоко скоростной трассы, дабы протестировать те самые 500 километров в час, вот, и, в общем-то, закрыть тот самый бизнес-план, который бы появился еще в 2014 году, вот, и, ну, в общем-то, отпраздновать эту нашу маленькую победу. Ну, и цели на 15-й этап, то есть, 20 километров трассы, трассы, то есть, в принципе, это порядка 100 миллионов долларов, вот, что, в принципе, уже сейчас уже не выглядит какой-то большой цифрой, потому как, чем старше проект, тем он более серьезные фонды, инвесторы обращают на него внимание, и, в общем-то, 100 миллионов могут закрыть, ну, просто какой-то один частный фонд, либо какое-то заинтересованное лицо, то есть, поэтому, в принципе, сумма уже не выглядит такой космической, как она могла выглядеть пару лет назад. Вот, ну, и для розничных наших партнеров, наших клиентов, наших любителей технологий, то есть, есть для малышей, для студентов, для, в общем-то, на любой вкус и цвет, для любого кошелька, вот, есть просрочку, есть разовые, то есть, от 50 долларов в месяц, все это можно найти в личных кабинетах, вот, и, естественно, каждый человек, который поддерживает технологию, он не просто, это как филантроп, и какая-то благотворительность, а взамен он получает определенную долю, долю в проекте, вот, которая за ним закрепляется, держится в специальном реестре, передается по наследству, вот, в дальнейшем при выходе на, ну, естественно, при успешной реализации проекта, при выходе на IPO, то есть, на биржу и так далее, то есть, все это дальше оформляется, передается по наследству, начисляются на это дело дивиденды, то есть, могут быть обратные выкупы, то есть, ну, и так далее, и так далее, ну, естественно, при успешном развитии, ну, уже, как бы, так как у нас, наш стартап уже находится не на первом этапе, а уже на пятнадцатом, то, естественно, рисков становится с каждым разом все меньше и меньше, вот, ну, и, в общем-то, участвовать уже не так страшно, как это было в 2014-15-м и так далее годах, вот, поэтому уже близко к финишу, вот, ну, и переходя сейчас к новостям, вот, новости у нас еженедельно выходят, вот, ну, и давайте подчуть подробнее, первая новость, это, как раз таки, у нас касательно той самой четвертой трассы, отчет о промежуточных результатах, ну, и вот мы видим, опять же, сертификат появился у нас новый, как раз таки от ТЮВ, очередной сертификат, вот, ну, зачитаю, все же, наверное, промежуточные опоры выдерживают сложное сочетание нагрузок, к ним предъявляются самые высокие требования по прочности, долговечности, шумоизоляции, вот, устойчивости к вертикальным, к ветровым, к статическим, к динамическим нагрузкам, то есть, казалось бы, ну, просто обычная опора, да, ну, что там такого, а тут огромное количество факторов, то есть, и устойчивость к вертикальным, и к ветровым, и к статическим, к динамическим нагрузкам, к вибрации, к коррозии, ну, вроде бы опора, да, но тут огромное тоже количество на нее всевозможных проверок, ну, проверки все эти были пройдены, вот, мы видим, как все это проходилось, проводились замеры, проверены и документы проводились, и визуальный осмотр, и магнитопорошковый контроль, и затяжка болтов, и проверено квалификационное удостоверение сварщиков на документы. Ну и я помню, что когда проходит сертификация, вот Анатолий Дорович тоже разъяснял, то лучше сертификацию, любую сертификацию проходить именно по мере строительства, то есть не уже по факту, когда построено, а по мере строительства, тогда не придется обратно все это разбирать, то есть когда сертификация проходится от этапа к этапу, то в общем-то оно все и очень гладко складывается. Ну и тоже удивляли, что вроде только начали строить, а уже у нас вот прям так сразу же какие-то сертификации происходят. Ну и следующая у нас новость, что USK Transport расширяет контакты. с бизнесом, то есть очередная делегация. Ну как всегда, кто-то у нас был, на этот раз это были управляющий директор компании Banks у Шон Дэвис и председатель Algeas Group, Абдулрауф, Algeat. Ну какие-то бизнесмены. Тоже как стандартный маршрут, это вот эко-дом, это поездка на Юкар, это прогулка, демонстрация контейнерных там перевозок, то есть в общем-то весь спектр, ну и в общем-то макет линейного города, то есть все это Анатолий Дарвич лично показывает, рассказывает, вот здесь появляется какая-то заинтересованность. Ну и в общем-то мы всегда с удовольствием такие новости смотрим. Ну и дальше, следующая новость, это у нас технология UST представлена на конгрессе в Испании. То есть тоже во всех чатах, я думаю, в принципе, в Америке кто-то видел. Вот возможности транспортно-инфраструктурных решений UST были продемонстрированы на 23-м Всемирном конгрессе городов мира в Испании. Вот центральной темой обсуждения стали передовые технологии, помогающие организовать эффективную коммуникацию в умных городах. Ну помните, мы говорили как раз-таки про линейные города, вот и как они выстраиваются. Здесь вот как раз-таки эффективную коммуникацию в умных городах. В конгрессе приняли участие более 120 спикеров, внимание гостей привлекли более 60 выставочных зон, среди которых была экспозиция, посвященная решениям UST. Вот, ну где Олег Зарецкий, все как всегда, прекрасно выступил. Вот, и в рамках мероприятия были проведены переговоры с Peace City World, то есть мир, город, мир, да, даже вот интересно, мир, город, мир. С сторонами обсуждался вопрос об использовании комплексов UST в качестве транспортного решения для умных городов. Руководство PCW выразило заинтересованность в применении технологии UST при реализации своих проектов в Испании, Тунисе, Турции, Саудовской Аравии. Результатом переговоров стало подписание меморандума с PCV. Вот, что такое Peace City World? Ну, опять же, сейчас здесь прочитаем. Проект Peace City World создан с целью продвижения и реализации идеи новой городской концепции, в рамках которой объекты объединены с помощью передовых информационных и коммуникационных технологий. Не ожидается, что глобальный рынок умных городов достигнет 820 миллиардов долларов США к 2025 году. То есть, если помните, мы про город Ниом говорили, да, там было, по-моему, 500 миллиардов долларов Ниом в Великобритании. Вот здесь мы видим, что глобальный рынок умных городов достигнет 820 миллиардов долларов США к 2025 году. Это совсем уже рядом. Среднегодовой темп роста составит 148%. В планах Peace City возведение 10-20 объектов на 5 континентах в ближайшие 10 лет. Умные города должны стать новыми экономическими центрами, реализованными в рамках глобальной стратегии развития. Транспорт UST может стать экологичным и высокоэффективным транспортно-инфраструктурным решением для них. То есть вот тоже такое очень интересное направление сотрудничества с такой организацией. Конкурент даже по сравнению с Neom. Neom это один какой-то заказчик, здесь заказчиков может быть несколько. Ну и под гидой такой организации тоже очень интересные могут быть какие-то результаты. Ну и что у нас тут еще? Да, у нас с сегодняшнего дня появилось в кабинетах предложение Faces of the Future. Один из самых популярных пакетов. Стоит он немало, но взамен наши партнеры получают хороший дисконт. Вот 1 к 90. Ну и вот такие вот голограммы в дальнейшем музея могут радовать глаз наших партнеров, как память, что когда-то человек поддержал технологию. Вот мы в общем-то потомки будут гордиться такими вот нашими героями, кто принял участие в данном проекте. Вот. Ну и акция будет действовать до 17 февраля. То есть это буквально 2 недели. Ну возможно могут быть какие-то продления. Вот. Это мы уже будем смотреть по факту. Ну в принципе сейчас 6 по 17 данный пакет доступен с рассрочкой на 10 месяцев. Вот. Ну и так что, пожалуйста, принимайте участие. Вот. Ну и поддерживайте проект. Вот. Ну в принципе на этом у меня, наверное, сегодня все. Олег, ты там на связи или нет? Я сделаю плавно, возвращаюсь к нашей предыдущей презентации прошлой недели. Где как-то такие Олег у нас тут с двумя прекрасными барышнями. На фоне Дубай глаз, да, как он там называется, Дубай Ай. Добрый вечер. Олег уже на чемоданах почти, 3 дня до выезда, да? Не поверишь, но ничего не складывались. Ну, страна теплая, жаркая, можно в одних, наверное, тапочках, да, плавках. Да, в общем все, скажем так, Леша, все правильно. Да, много обсуждаем эту поездку, да, вот с тобой, вообще с людьми. Если есть какие-то вопросы, конечно, с удовольствием отвечу. Надеюсь, что получится выйти в эфир. Сейчас уже как-то единственное, что нам уже написали, что если вы планируете мероприятие, Леша, мы тоже должны с тобой согласовать, что возможно ты все-таки прочитаешь 13-го числа в мероприятии, чтобы запись была, да? Я к тебе к тому времени набросаю какие-то фотографии. А если мы захотим все-таки выйти, мы дополнительно выйдем в зуме, потому что сказали, что в Эмиратах именно зум работает, а все остальное мы можем не подключиться. То есть там, вы же знаете, там ни WhatsApp не работает, ни Telegram, там только голосовые. Возможно, там кто-то знает такой мессенджер Jamfami, который вот ребята сделали Viber, вот они сделали Jamfami. И мне говорили, что Jamfami работает, даже голосовой он такой. Ну, посмотрим, какой-то это будет зум, скорее всего, лучше всего зум. Так ни Viber, ни WhatsApp, ни Telegram, ничего из трех? Только голосовой. Ты можешь записать, отправить, вот так вот. А так, чтобы общаться в прямом эфире, они все блокируют. Вот эти все. В прошлый раз это уже было такое, да, поэтому. Вот. Но еще есть, конечно, какой-то стрим будет, возможно, через Instagram. Вот, возможно. Ну, в общем, все, как говорится, на месте будем там решать. Конечно, какая-то подготовка будет идти. Ну, да, просто стрим, да. 13-го числа все-таки ты, да, не пропускаю вот это вот, потому что потом могу я две подряд. Вот. Но если получится в Мирополисе мне быть дополнительно, как, допустим, выходила Оля с Доминиканы, да, вот, Наташа с Испанией, но она с Дома, а Оля прям с улицы, помните, выходила, да. Вот. Если получится, я только буду рад, что у нас получится все. Так что будем, вот. Ну, фотографии эти, конечно, покидаю к тому времени уже, в 13-м числу. Ну, а если уже получится вообще в прямом эфире выйти, тогда 13-го числа увидимся с вами, да. Хорошо. Вот. С места событий. Просто нам даже пока и не сказали, когда мы едем в Шаджу, когда у нас встреча с Юницким Анатолием Эдуардовичем, когда ужин с Юницким тоже не говорят. Просто говорят, вот все будет, каждый раз будете узнавать, что, когда и чего. Ну, да, надо чистить телефон, потому что много там фотографий должно быть, тоже видео. Ну, такие дела. Лена Степина пишет тебе поздравления с предстоящей поездкой. Спасибо, Леночка, да, спасибо. Да, я говорю, очень тоже. В прошлый раз, я помните, был такой очень чувствительный вебинар, да, я как бы смог вам передать свои эмоции, вот. В этот раз я тоже надеюсь, что поездка будет тоже очень интересной, насыщенной. Вот, Анатолий Эдуардович, там, конечно, все тоже, это тоже очень важно. Хотя нас уже, прислали нам письмо, ну, скорее всего, те же условия будут, что мы там не сможем снимать, с места, ну, с Шаржа самой пока вот все это будут снимать специальные, в общем-то, ну, люди, которые, чтобы там лишнего не доставали нам это все раздадут. Ну, не знаю, что-то можно лишненно снимать, как говорится. Снимали много в просто раз, но потом как скинули столько материала, и все, конечно, там было тяжело. Когда сам снимаешь, ты понимаешь, что, где, как и чего. Ну, сейчас выбирать не приходится, уже хорошо, что мы туда едем. Хорошо, что мы встречаемся, задаем вопросы. Вот, все здорово. Вот, конечно, время очень правильно, Леша, быстро так пролетело, только вроде Новый год отмечали, уже все, вот, 6 февраля уже, да. Вот, поэтому эту поездку тоже вроде ждешь-ждешь, а потом на раз, и все, пролетает очень быстро. Ну, вот, да, с Наташей мы увидимся, Ольга пока не может приехать, потому что она в латинском.